Я хотел опять же, это в тему, ответить на вопрос, который был поставлен к Смирновой Ольге Олеговне после ее прямого эфира, как стать частью нашей команды. Я понимаю, что сложно понять то, что она говорит, потому что мировоззрение у вас другое. То есть вам надо поменять мировоззрение. Если вы поменяете мировоззрение, мировоззрение ваше, то вы начнете понимать, что говорит Ольга Олеговна. То есть вы находитесь в разных плоскостях. Понимаете, это очень просто. То есть если вы находитесь в воде, вы рыба, вы не можете понять, что там делает птица в небе. Если птица в небе, то вы не можете понять, что там делает рыба. То есть в разных плоскостях, разное мировоззрение. Поэтому то, что говорит Ольга Олеговна Смирнова, понять сложно. Я попробую сейчас объяснить другими словами. И, возможно, мне удастся это сделать. Возможно, нет. Вот. Это эфир как раз был Ольги Олеговны по поводу как раз нашей команды. Могу вам сказать, я не просил ее это делать. Вообще не знал, что она это будет делать. Она просто сама решила и сделала, и рассказала то, как вот есть. Вот. После этого появился вот такой вопрос. То, что Ольга Олеговна говорит, что сначала вы никто, и потому что у вас нет знаний, потому что вы не работали у нас, да. Потом, если у вас нет своей вакансии, да, то, значит, мимо, то есть ничего, нет смысла приходить работать. Вот. Ну, в конце вы можете прийти и оказаться самым лучшим анестезиологом, и мы у вас, ну, здесь написано, пипец, как ждем. Вот. А так не ждем, но приходите. Вот. И вот человеку кажется, что логика потерялась. Почему ему кажется, что логика потерялась? Возможно, Ольга Олеговна не полностью раскрыла тему, или другой вариант, что человек просто находится в другой плоскости. Попробую еще раз ответить на этот вопрос, что Ольга Олеговна имела в виду, и что я имею в виду, когда я, собственно говоря, говорю то же самое. Вот. Почему, когда ко нам приходит какой-то доктор и говорит, я хочу у вас работать, я его не опрашиваю, не провожу ему тестирование? Потому что он ничего не знает в той области, в которой ему придется работать. Почему он не знает? Потому что он в ней не работал. Приходит доктор, говорит, я хочу у вас работать. Я говорю, ну, хорошо, давайте, чем вы хотите заниматься? Говорит, ну, там вот ортопедии. Я говорю, ну, хорошо, нам вам надо тогда походить, постажироваться, посмотреть, что, как, где, и найти себе место. Вот. Он удивляется. Говорит, а он мне спрашивает, а почему вы меня не спрашиваете? Я говорю, понимаете, мне нет смысла вас спрашивать, потому что вы не знаете ничего о том, и даже не слышали о том, о чем я вас буду спрашивать. Он такой, о, как? Говорит, ну, хорошо, вот если вот вам проще так понять, да, вон там цедуга, пойдите ее включите. Он такой, а что есть цедуга? Я говорю, поэтому я не пытаюсь вас узнать, какое-то тестирование вам провести. Потому что, ну, я понимаю, что не имея этого оборудования, вы не могли на нем работать. Раз вы не могли на нем работать, а оно на тот момент было, ну, там, у нас было еще, там, 2-3 в стране, да, то есть человек изначально не мог на нем работать никогда. Когда он его не знает, ну, зачем я буду у него спрашивать? Зная однозначно, что он не мог знать ничего в этой области. Дальше. Когда у нас меняется, у меня лично конкретно меняется анестезиолог, да, то есть вот, у меня есть анестезиолог, который работает со мной, мы удаляем опухоли головного мозга. Приходит другой анестезиолог, который работал до этого просто с другими врачами. И для него эта операция первая. Я понимаю, что он не знает, работая в нашей клинике, как, зная, зная, лично, видя этих пациентов. И обычно происходит следующее, что приходят 2 анестезиолога, чтобы научить как-то того, который начинает свой путь профессиональный в анестезии неврологических пациентах при удалении опухоли головного мозга. Да? То есть, ко мне подходит наш анестезиолог, говорит, вы имеете в виду, что мы сегодня с вами будем удалять опухоль мозга. Я говорю, хорошо. Это твоя первая опухоль? Я спрашиваю анестезиолога. Он говорит, да. Я говорю, ты все узнала? Все. Давай возьмем другого анестезиолога, чтобы пациент не умер. Давай. Все. Потому что я знаю, что наш анестезиолог, который не работал никогда с опухолями мозга, не будет точно знать, потому что он этого никогда не делал. Вот и все. Другой анестезиолог, который придет из другой клиники. Даже не знает, что, может быть, эти опухоли мозга... Ну, он слышал, конечно, что они существуют, да. Но он не работал с этим. То же самое у нас было с кардиохирургией, да. У нас отличные анестезиологи, у нас выживают пациенты при, там, огромных обширных операциях, там, на центральной нервной системе, там, удаляем опухоли головного, спинного мозга. Но тут нужно делать операцию с искусственным кровообращением. И можете спросить у нашего анестезиолога, который занимается этим, да. Это вообще другая тема. То есть наш анестезиолог, который знает, как делать наркоз с опухолями головного мозга, не знает, как делать наркоз. Сейчас, ну, не знала, да, сейчас уже знает, пациентам при искусственном кровообращении. Поэтому, естественно, если вы придете, вы не будете знать ничего в той области, в которой вам придется работать. Но можно научиться. Первый ответ. Ну, на первую часть. Дальше. Но вы можете быть специалистом в какой-то области. Уже изначально, да. Изначально вы можете быть специалистом, как с Антоном Вовшиным, например, было, да. То есть он пришел, говорит, я хочу у вас поработать, но мне нужна цедуга. То есть он пришел с своей уже специализацией, вот. И была куплена цедуга, и он начал проводить там свои какие-то хирургические вмешательства. Это второй способ. Еще есть вариант, да. То есть когда вы, к примеру, не знаете, но хотите узнать, и вы верите в себя, вы осознанный человек, вы осознанный человек. И знаете что? Вы знаете, как стать лучшим анестезиологом в этой стране. Вот вы хотите стать анестезиологом лучшим в этой стране? Вам к нам. Вы хотите стать лучшим нейрохирургом в этой стране? Вам к нам. То есть вы должны хотеть. Вы, не я. Я не могу за вас хотеть. Ваше желание должно быть. А если вы ничего не хотите, то я не смогу за вас захотеть. Потому что должно быть ваше желание. Например, если вы хотите заняться клонированием животных, это сейчас развивается, то вы должны к нам прийти и сказать, я хочу вас клонировать. Я хочу сделать так, чтобы в вашей клинике было клонирование. Но нельзя сделать так, что я захотел, чтобы в нашей клинике было клонирование. И я тогда пойду сам учиться, и я это сделаю. Как врач я освою технику, начну это делать, как врач. А потом уже смогу передать кому-то то, что я сам сделал. Вот такой есть вариант. Поэтому логика я не терялась. Врач, который не... Вообще человек, который никогда не работал с чем-то, я не мог бы починить двигатель в машине своей сам. Ну, потому что... Зато могу опухоль, могу удалить. Ну, потому что я никогда не чинил опухоль. Машины, двигатель. Ну, я чинил, конечно, когда-то очень давно. Но не очень результативно. Поэтому, естественно, если вы работали в какой-то области, вы ее знаете. Если вы не работали, вы ее не знаете. А так как я понимаю, что абсолютное большинство коллег не работали, ну, там, например, в анестезиологах по удалению опухоли головного мозга, то они этой работы просто не знают. Вот и все. Поэтому вот так вот. Никакой вопрос. Как вы понимаете, когда из ассистента пора переводить в доктора? Никак. Никак. Вообще никак. Вот эти вопросы, они очень важны. Почему они важны? Потому что, потому что они как раз подтверждают мой тезис о том, что люди делятся вот на эти два типа с таким вот мировоззрением, да? Что когда я решаю? Да никогда. Никогда. Вообще не решаю. Я же, как владельца клиники, я написал мои задачи, как владельца клиники. Стратегия. То есть говорить, как главного редактора, что мы выпускаем. То есть какую статью, какие статьи мы пишем, какие не пишем. Вот. Как владелец клиники, стратегию развития клиники. А когда там какой-то ассистент хочет стать врачом, так когда хочет, тогда и станет. Никогда. Я не буду говорить ему, ты готов, ты не готов. Ты готов, ты не готов. Он сам решает, что он готов быть врачом. И он начинает заниматься лечением. Зачем я-то это буду делать? Как это возможно? Я прошу, что если вот мой ассистент был ассистентом, потом решил, говорит, я буду, я теперь вот хочу заняться лечением вот таких-то пациентов. Я говорю, супер. Давай. Лаврова, Ксения была, да, вот она вот была моим ассистентом. Потом она говорит, я вот хочу пластической хирургией заниматься. Я не буду вашим ассистентом. Хорошо. Пожалуйста. И вот сейчас она читает кучу лекций и достигла гораздо больших результатов, чем в свое время, даже, ну, когда мы с ней оперировали, да, там, семенники ставили, уши подымали и так далее, и так далее, и так далее, там, какие-то раны закрывали. Она решила, она сказала, я буду заниматься пластической хирургией. И она пошла. Есть другие ассистенты, которые не решили. Они не решили и не решат. Ну и ладно, они будут ассистентами. Или они не решили вообще уйти из ветеринарии. Или еще чем-то заняться. Ну, вот и все. Поэтому нет такого понятия, когда ассистент станет врачом. В тот момент, когда он сам это решит. Возьмет на себя эту ответственность. Я не возьму за него ответственность, за его жизнь. Я беру ответственность за свою жизнь. Пока дети маленькие, до 18 лет, за их жизнь. А все остальные взрослые люди, и они берут ответственность сами за себя. Я не барин. Я владелец клиники. И стратегию, собственно говоря, говорю, что выпускать, как выпускать, какое направление развивать нам дальше. То есть нам надо развивать, например, трансплантологию. Мы развиваем трансплантологию. Но кто будет трансплантологом, кто придет, тот и будет. Я знаю, что нам надо развивать, например, какие-то там другие направления. надо развивать, например, я не знаю, гастроэнтерологию. И я говорю, дорогие коллеги, у нас вместо гастроэнтеролога свободно. Не хотите ли вы, кто-нибудь из вас, заняться гастроэнтерологией? Человек говорит, я хочу, я хочу, я хочу. Потом остается один, и он занимается. Но он говорит, я хочу, не я ему говорю, ты занимаешься. Вот это, когда ты занимаешься, это приводит к ни к чему. То есть ничего хорошего из этого не получится. Человек должен сам реализовывать его, не мои, его собственные задумки и его планы. То есть мой план стратегический. Надо развивать там, неврологию, ортопедию, надо развивать еще что-то там. Да? Анестезиологию. А вот и все. А дальше я понятия не имею, какие там конференции у герпетологов. Я не могу спланировать за герпетолога на какую конференцию и поедет герпетолог. На какую конференцию поедет ортальмолог. Если он специалист, он сам знает, куда он поедет. Я понятия не имею, куда он вообще поедет. Я не хочу это не знать. Просто мне, ну, может быть, любопытно так просто поговорить с коллегой. Ну, я там на неврологическую съездил, а ты там на еще какую-то съездил. Все. Я вам об этом и говорил. Вот. Поэтому сейчас я знаю, что надо развивать следующие направления. Да? Вот стратегические. Какие стратегические направления? Ну, очевидно. Дальше неврология, дальше та же самая ортопедия, дальше клонирование. За ним будет будущее. вот эти люди, которые называют себя там руководителями, владельцами и так далее, клиник, они вот должны стратегию, да, но они начинают считать, а какой рынок у нас сегодня клонирования, какой рынок клонирования сегодня в этой России, в этой стране. никакого. Ну, тогда мы не будем заниматься клонированием. 20 лет назад, 30 лет назад у айфонов не было никакого рынка. Но был человек, который сказал, что теперь мы сделаем этот рынок и он у нас будет. Какой рынок был до 2006 года по, например, нейрохирургии, по удалению опухоли головного мозга? Ноль. Нисколько. В 2006 году мы удалили первую. Он начал появляться. Сейчас мы удаляем очень много опухоли головного мозга. Сколько клонируется сейчас в России этих животных? Нисколько. Ну, может быть, где-то там что-то кто-то клонирует, мы не знаем. Но услуг ветеринарной клиники таких нет. То есть ноль. Нет. Это значит что? Это значит, что вы будете первым. Раз вы будете первым, вы будете лучшим. Вот так надо делать. Поэтому это очевидно. Вот. Поэтому если у нас есть вопросы и готов на них еще ответить, если вопросов нет, спасибо за хорошее пожелание. Большое вам спасибо. Я тоже вам желаю не быть персоналом, быть врачами, осознанными, с пониманием, что вы делаете. Ну и собственно говоря, хочу, чтобы в ваших клиниках те люди, которые должны чем-то заниматься, они этим занимались. То есть это вот очень важный момент. Наверное, тогда все. А, еще вопрос. Что, если у нас начать работать, будет ли у нас наставник? смотрите, ну какой он будет может наставник, ну в чем-то он может быть наставник и будет. Смотрите, я могу вас научить неврологии, там за 2-3 года вы будете очень хорошим неврологом, к примеру. То есть, если вы ко мне придете и есть это направление, вот, то я вас могу научить неврологии. То есть, я могу, вот я занимаюсь неврологией, да, удалять опухоль головного мозга, такс, там, оперировать с болезнью дисков, ну и так далее. Я могу вас научить, но если вы придете и откроете новое направление, какой наставник? Вы и есть наставник. Не будет никакого наставника. Вот, какой наставник? Какой? Чем я вас наставлю? Я понятия не имею, как клонировать животных. Понятия не имею. Ну, а я знаю, что это будет через там 15-20 лет, очень 10, может быть, 5, может быть, если найдется сегодня какой-то, ну, человек, который займется этим. 5-7. Вот это оптимистичные, такие, смотрите, это не прогнозы, это планирование. Чувствуете разницу? Планирование и прогнозы. Прогнозы не надо делать, надо планировать. Вот я знал, что там, я сначала научусь делать миелографию, я спланировал себя как невролога, я научился, я знал, что для того, чтобы развить неврологию и стать неврологом, мне надо делать рентгеновские снимки, выучить энцефалографию, научиться брать ликвар, делать миелографию, то есть, ну, рентген, миелография, да, дальше мне нужно на МРТ, и вот на МРТ как раз бывший руководитель той клиники, где я работал, он сказал, как бы я не готов, потому что неизвестно, а купит ли это себя. Ну, ладно, нет, значит, пойдем дальше, мне-то надо развиваться как невролога, я пошел дальше, в результате нас несколько томографов, да, вот, и так далее. Поэтому наставник будет или бы не будет, это индивидуально, зависит от вас, от ваших желаний, от ваших потребностей, ваших потребностей, не моих потребностей. Я только направление даю. Идем на север, идем на юг, прямо или туда, вот, все. Дальше как идти? Дорогу выбирает каждый человек самостоятельно. Это вот очень важный момент. Вот. Ну, я думаю, что если человек не способен выбрать, да, ну, значит, у него мировоззрение такое, значит, у него такое мировоззрение, значит, он его поменяет. Я думаю, он не поменяет, потому что он генетически такой. Ну, это пессимистический взгляд на вещи. И оптимистический, что он осознает и перестанет делать так, как он делает, потому что он поймет, что это вредит его же собственному развитию. То есть, он поставит цель, то есть, как преодолеть свою генетическую, да, ставят цели. То есть, вот, например, я не хочу вступать в конфликт, но у меня есть цель достигнуть вот этой цели и вот сформировать новый на какое-то время в момент поведения, да, то есть, и становится уже все равно, что там у меня за генетически запрограммировано. То есть, пытаться осознать. То есть, осознанность, она приведет в результате к, пускай, короткому, но перемежутку, конечно же, вот так. Осознавайте, что вы делаете. Тогда вам будет проще достигать ваших целей, если вы это сможете осознавать. Вот и все. То есть, это вот такой маленький рецепт. Как я преодолеваю свои генетические предрасположенности. Вот. Так что, думаю, что на сегодня все. До свидания, дорогие друзья. Буду рад. Новые встречи с вами. Задавайте вопросы. Хорошие, плохие, любые. Чем больше вопросов, тем интереснее жить на свете. Вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Егорова Продолжение следует...